Вот у нас утречка. Всем доброго утра. Что-то я вот сегодня решил поговорить немножко о фермерстве. Мысль такая ударила в голову. Я вот 30 с лишним лет занимался молочным. Ну и сейчас отчасти занимаюсь мясомолочным животноводством. И уже лет 20 понял, как это все, в общем-то, убыточно. Ну, такие условия у нас, вот видите, ноябрь, ноября уже зима идет, ноября уже зима наступает. И по апрель месяц. Очень сурового условия и смысла нет. Но тем не менее, да, Зайка? Зайка ее зовут. Тем не менее, не мешай мне, Зайка, не мешай мне. Тем не менее, вот, елки-палки. Не мешайте. Орлик, отойди. Тем не менее, вот у нас миллионы каждый год осваиваются. Ну, чиновник, что, ему деньги выделили, бумаги написал. Уговорили кого-нибудь, чтобы закупили вот где-то на западе типа супер-пупер коров. И вот каждый год одно-два открывается. Вот с такими, как бы, чиновники пишут, что открылось все новое хозяйство у нас. А связи с тем, что пока деньги есть, которые государство выделало. Фермер вроде как настроение, все у него движется. А потом денежка кончается, когда на самоокупаемость выходит. все это коровы не катят. Поэтому я еще лет 20, когда у нас очередной министр менялся, они же обычно министр, новый министр едет по всем деревням, ну, не деревням, районам, представляется. Какой он положительный, красивый. Предлагал, говорю, давайте вот заниматься все-таки. Ну, попробовать вот. Себя лично предлагал. К неводствам. В Якутии это очень... Я там прожил 7 лет. Очень развито. Очень выгодно я. Во-первых, растут очень быстро. Во-вторых, видите, вот она уже практически зима. Они копыть отходят, да? Не надо им сено. Все самостоятельно. Только вовремя наблюдать за ними. Пересчитывай, как в Якутии делают, да? Время от времени. Сели целы. Контролировать. И все. Ну, никому. Чиновнику проще. Вот вбухать деньги государевы. Он же за них не отвечает. Отчитаться. И все. Ну, ладно. Зайка, донять кого? Молодежь. А вообще-то единственное, что вот в наших усов... У нас сотни тысяч гектаров вот таких вот мест, как у меня. а может и миллион. Это вот здесь только несколько тысяч вот гектара. Раньше миллиарацию сделали. Ну, подсовхозы, все. естественно, все это накрылось медным тазом. вот эти поля зарастают. А вот табуны вошадей бы, они спокойно паслись бы. Это же и создает противопожарно, потому что траву съедают, вытапывают, кустарников меньше растет, засоряемость полей, да? Ну, жуй быстрее, а то сейчас придут старшие товарищи, все съедят. Лошади очень самое... И главное, есть фанатики, тут вот коров фанатиков практически нету, вот лошадей из молодежи фанатиков очень много. Да, молодежь? Поэтому многие бы как бы вот не то, что их пасти, надо контролировать. Табун пасется на лошадку, села или села время оперения, проверили, в загон загнали, когда надо, да? В общем, ну, вот такие дела, размышления фермера, мне-то уже все, как бы поздно заниматься, но я хотел свое время. не забы, , я говорю, не не , , не , не , не не в в в